Привет-привет, ребятки! С вами Роджан, и сегодня у нас будет еще разочек та самая битва Волка против... Волк, точнее, и Фридриха против Саладина и Калифа. Только в этот раз здесь будут улучшения, причем очень серьезные. А в чем прикол, ребятки? А в том, что Саладин... Ну, мы поставим сейчас, давайте, соперников я, пожалуй, запущу, и там уже будем все это дело разбирать. Калифа мы поставим, опять же, против господина Фридриха, а Волка поставим против Саладина, чтобы это было более-менее, скажем так, балансно. Итак, что мы здесь видим? А видим мы здесь то, что Саладин вообще лютый, сумасшедший, дикий, и, во-первых, он уже все стены выстроил, как говорится, улучшен замок Саладина по максимуму. Во-первых, у него стены строятся мгновенно и сразу. Во-вторых, экономически правильно все строится в замке Саладина, и экономически правильно замок выберет. У Калифа же появляется только Барбакан сзади, то есть это такие достаточно серьезные улучшения. Поверьте мне, сейчас Саладин, вы просто охренеете от этого Саладина. У него армии нет? Армии нет, заметьте. Он строит в начале замок, и вот только сейчас у него появляется армия. Да, он немножечко стартует медленно, запрягает медленно, но поверьте мне, он сейчас вам покажет, что такое экономика. Там башенки, появились всякие лесенки, башенки, лесенка сзади, ну то есть тут у Саладина, короче, букет улучшений, причем серьезный. Так что волка, по идее, он должен убивать. Блин, Калиф сам свою армию застроил нападающую. В общем, для чего замок Калифа, ну точнее для чего в замке Калифа появился Барбакан? Ну для того, чтобы, естественно, здесь в замке Калифа сзади была экономика. То есть у него два Барбакана сзади и спереди. Я думаю, этого достаточно. А вот у Саладина улучшенный замок по экономике, но только, по сути, по ходам. Ну и немножечко там всякие разные стены строятся мгновенно, там, например, да? И здания немножечко там по-другому поставлены. Ну то есть замок Саладина, в принципе, такой же. Ну просто, что он более экономически развит. Поверьте, проверяли, там такая дитая жесть. Саладина, если это даже поставить 2 на 2 обычного Саладина, против такого вот Саладина, с тем же абсолютно искусным интеллектом, просто вот в этом замке, это будет совсем неконично. Просто поверьте. Я вам потом покажу. Если оно вышло, то, ребят, уже, наверное, подсказочка будет. Надеюсь. Ну что? Кони. Кони как? Кони как или не как? Кони как? Кони покакали, ребят. Все. Кони больше ничего сделать не могут. Но, блин, тут, конечно, Фридрих неплохо так, опять же, Калифа этого изничтожает. Но уже не так все жестко. Потому что у Калифа вся экономика работает благодаря заднему барбакану. 30 тысяч денег у Калифа. А вот уже все. Не съешьте вы так легко, Калифа. Нихрена. Он так не будет легко вам поддаваться. Это не бот теперь для битья. Не мальчик для битья. Это всего лишь один барбакан. Один. Не говоря уже о том, что у Саладина вообще экономика дикая. То есть у Саладина 27 тысяч, а не 21, как у него обычно бывает. У него экономика полностью сохранена, и он уже начал жестко наниматься. То есть атака идет на Фридриха. Но почему-то осадное орудие строится прям под волком. Или, может быть, это атака на волка, просто что он гений. А я что-то недопонимаю. Ну, вообще, по идее, нет вообще этой тьё-то так. Она в Фридриха, но почему-то построили сосадное орудие там. Ну, да и ладно, допустим, 29 тысяч денег. Фридриха 30-ку. У волка 21, у Саладина 25. Ну, заметьте, у Саладина 25. Да, тут уже, блин, я даже не знаю, что вообще тут происходит. Какая-то лютая дичь пока что. Но всё-таки эту лютую дичь нужно пересматривать. Во-первых, у нас здесь две катапульты что-то пытаются сделать. Во-вторых, у нас здесь бегают рыцари. Рыцари уже немного, помню, пожали Калифу и Каналину. Страшно это, да не особо. Кстати, проход у Калифа между двумя хижинами есть. Но это так, чуть-чуть хижина пришла впереди. Усё. Как бы, усё. Что у нас здесь? Саладина такой. Давайте посмотрим вот так в Саладину. Там какая-то дичь происходит, пока Калифа там что-то бьёт. Ну, Калифа настолько пофиг вообще на всё. 28 тысяч человек. У него не уменьшаются деньги. Он просто камень тратит, который добывает сзади. Да, две каменоломни, конечно. Но всё, тайпу. Не плохо, не плохо. Не на слово. Три катапульки Саладина пытаются атаковать волка. И заметьте, бежит атака. И эта атака тоже, в принципе, нехиленько так атакует волка. Просто Сталик вот эти вот кониним. И серьёзно так контролирует вообще весь Азис. Ну так, помимо всего прочего, здесь ещё и лучники контролируют. Да, они контролируют сосадные орудия из-за вот этих вот зданий. Но всё-таки, пока три катапульты работают, и работают очень даже неплохо. А тут они, смотри, они, по-моему, даже фронтальный замок-то разнесли. Это минус башня. Хо-хо-хо-хо-хо. Ребят, это минус башня. А у этого Саладина точно всё нормально? Это ж ведь тот же Саладин, но тот же самый. Я ничего ему не менял, кроме замка. Это тот же самый Саладин с тем же самым искусным интеллектом. Как решает один Барбакандр? Сколько? Один Барбакандр. Но у Саладина, естественно, последовательность постройки зданий. Поверьте, если так волка грейдануть... Да-да-да, последовательность постройки зданий решает. И очень сильно. Одинаковое количество денег до сих пор у Саладина. У Ридрика? У Саладина должно быть меньше намного. Но вы видите, что ему, впрочем, вообще пофиг. Волк 22 тысячи, Калиф 25. Напоминаю, один Барбакандр решил настолько, что у Фридрика денег чуть-чуть больше, чем у Калифа. Так я вам больше скажу, у Калифа больше денег, чем у Волка. А это уже... Нормально, нормально. Что у нас тут делают лучники-арбалетчики? Ну, дох тут, я так понимаю, по итогу. Да, конечно, тут бегают рыцари. Рыцари серьезно уничтожают экономику Калифу. Но Калифу настолько, по-моему, все равно. Черт, он как неприятно. Это выпалил этих рыцарей бесполезных. Он, скорее всего, не успеет починить все свои рвы. А это в действительности обидно. Хотя посмотри, сколько у него там нефти валяется. Ему бы эти рвы починить, а он что-то не чинит. Мечники идут. А вот теперь бы выпалить рвы. А рвов нет. Или есть вот здесь? Вот здесь будет немножечко. Ну. Да, есть. Есть, 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 есть. Мечники все нахрен сгорели. Хорош, Калиф. Неплохо. Неплохо. Ну, здесь опять минус 2 каменоломни, конечно. Понятное дело, у нас очень много привезов и всяких разных будет. Баг с привезами. Напоминаю вам. И да, надо мечников этих. Ой-ой-ой-ой. Ну, я так... Я ждал. Я ждал, пока катапульта Фридриха уничтожит этого самого рыцаря. Хотя бы одного. Трех спалили, одного с камня убили. Ну, да, конечно, Калифу тут проблематично 19 тысяч. Но, ребят, поверьте мне, Калифу проблематично. А вот Саладин 32. Волк 21 тысяча. Волку еще проблематичней. Он тут вообще прям под Саладином сидит под жестким. Потому что... Ну, тут Саладина поймет того, что... У него не производится больше мечей. У него производится только бронь. И да, у него все оптимизировано так, чтобы у него производился хлеб. В больших количествах. Ну, больше, чем... Ну, зданий примерно столько же. Ну, то есть, ничего не поменялось. Зданий столько же, а хлеба производится больше. Как так? Ну, вот. Скажем, вот так. 31 тысяча у Саладина. Не, он какой-то совсем сумасшедший. А-а-а! Так вот он и что. Волк, ребятки, подключился к напрягу Калифа. Из-за этого у Калифа есть небольшие, скажем так, проблемы, с которыми он считается. 13 тысяч, ну и плюс еще рыцари. Не, ребят, рыцари все-таки действительно очень сильно напрягли Калифа. Хотя даже у него барбаканчик сзади есть. Калиф просто выдержал пока на одну атаку больше. Я надеюсь, что у Калифа получится сейчас взять и снова развиться. Потому что ему это необходимо. Причем серьезно так. Блин, опять эти гребаные рыцари прибежали. Минус амбар. Да. Блин, Калифу хренует. Он амбар, конечно, поставит. Он, конечно, починит абсолютно все. Но не хватит ему для того, чтобы нормально починиться. Потому что, во-первых, волк его атакует. Во-вторых, тут две катапульты прилетели. В-третьих, тут еще две катапульты предрековские стоят. Как же они этого Калифа напрягают. Как же они трахают этого самого Калифа. Блин, жесть. Жалко мне этого реально Калифа. Добряка этого жалко. Добряка. Это было у него рвы, наверное, при замке поставить. Эх. Вообще, было бы прям тема. Тема. Они бы его лет сто пробивали. Чисто такой танчик был бы. Ну ладно, допустим. Я просто ему барбакат добавил. Больше ничего. Хватит. И так, хватит. Не, ну если ему замок серьезно так прогрейдить. Я думаю, может, Калифа будет разваливать по полной программе. Атака волка идет, но она серьезно так бы воткнулась пока ворвы с нефтью. И Калифа 4000 денег осталось. Из-за того, что его гребаные рыцари просто понапрягали. Из-за этого у него осталось так мало. Конечно, камни, камни работают отменно. Минус два мечника благодаря камням. Спасибо. Френдлифайя всегда помогает. Ну и все. Опять рыцари прибежали. Да ну екорный ты баба. Опять прибежали рыцари. Ну что вы же не? Дерево вроде полно. Он закупил тут нормально. Сейчас бы это дерево правда поставить. Вот сюда вот там каменолонник. Например. Чумба и дам. Ну и у Калифа 2000 денег осталось. Из-за того, что его просто в две щели, скажем так, волк с Френдрихом прям орудуют. Орудуют по полной программе. Здесь я даже вообще не смотрю, кстати говоря. Потому что, во-первых, у Саладина что-то денег вдруг меньше стало, чем у волка. И это как-то очень-очень странно. Не понимаю почему. Во-вторых, потому что у Калифа сейчас веселее дела идут. Даже причем с серьезными улучшениями для Калифа и для Саладина. Дела у Калифа идут не так, чтобы хорошо. Реально не так, чтобы хорошо. Потому что я сейчас посмотрю на эти каменоломни. Они вроде начали свою работу. Но все-таки, если сейчас прибегут рыцари, а рыцари могут в любой момент времени прибежать, то будет больно. Будет очень больно. Не, ну тут какие-то выскакивают новые баллисты. Это понятно. О, кстати, напрягающая катапульта Калифа поехала. А куда ты поехала, подруга? Я не понимаю. Ну тут есть еще одна катапульта Волка. Он что-то делает. Блин, опять эти гребаные рыцари прибежали. Ну, в принципе. Ладно, допустим. Путь будет так. Опять эти гребаные рыцари прибежали. Очень неприятно, конечно, получается. Так, у Калифа тут вообще все. Ну его расстреливают во все щели просто. А Саладин сидит, что-то там 340 армии. А что? 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 А? А? Что? Что? А, Волка надо атаковать. А, ну сейчас атаковать. Ща, ща, ща. Ща. Вот он побежал только-только атаковать. А уже надо было бы давно-давно это все дело сделать. Но уже у Волка очень сильная тут армия защита. Поэтому тут вообще без каких бы то ни было шансов это все дело атакуется. Мечники тут тоже будут стоять, что-то чирить, отдыхать, ничего не делать. Не, возможно, они здесь смогут уничтожить какую-то экономику. Но они тут что-то побежали делать, конечно. Скорее всего, они вот здесь пройдутся. Вот с этой стороны. А, здесь у нас полчьи ямы. А, нет, они пошли у нас уничтожать внешние стены. Волк подпаливает свои рвы с нефтью. Весело, досадно, но ладно. 19 тысяч у Саладина остается. 35 у Фридыха. А вот Калифу жопа, потому что снова пробежались чертовы рыцари. Чертовы рыцари все здесь посносили. Увы, ах. И все. И все. Не хватило, ребята. Улучшений, видимо, для того, чтобы справиться. Не хватило. Но я пока не хороню. Все-таки, как-никак, у нас еще Саладинчик есть. Я надеюсь, что Саладинчик все же сможет этого волка немножечко попустить по деньгам. Потому что 23 тысячи у волка. Все-таки это не 40 тысяч. Да, там у Фридриха, конечно, свои есть определенные трудности. Но поверьте мне, Фридрих... Ооооо, я вас понял. Фридрих ультанул. 4 требушечки. 4 требешетки. Не, ребят, это походу все. Потому что 4 требешетки это невероятно сильная ульта. Самая сильная ульта, которая такой, в принципе, вообще возможно для господина Фридриха. Ну ладно, еще есть шесть, но в этих условиях четыре, поверьте мне, тоже неплохо Еще и две катакли Еще и рыцарь Сносят рынок Это ГГ А рынок они почти снесли Мечники бегут Я уверен, что сейчас должны выпаливать мечников Выпалили, пытались рыцаря Мечники Мечники Выпаливают мечников Че, не выпаливают мечников? А как у него опять нет рвов? Как он их опять просрал? Да ну емае Да ну быть не может, что он их просрал Ну как? Да ну не Победу империи запишут в хронике Ну давайте пока посмотрим от лица Саладина, что у нас здесь происходит Я бы не сказал бы, что у него есть шансы быть волк Потому что 12 тысяч осталось Да, экономика хороша, но че-то как-то, конечно, он такой себе Саладин Такой себе Хоть и экономика намного лучше Но она не чувствуется Как-то Особо Почему она не чувствуется, я не знаю Аж прям как-то, знаете, обидно Стало Я уже думал, что Ну все Ну сейчас Ну сейчас Ну нашел, наконец-то, балансную битву Калифакеру сносят просто Щит И все шансы, как говорится Ну Фридрих слишком сильный Тут вообще без шансов Тут, видимо, реально без шансов Тут надо бы, наверное, было бы ставить Может, какого-нибудь Месье Кэбана Вот тогда да Тогда было бы прям Очень-очень неплохо Нет, здесь постепенно Кое-какое уничтожение происходит Но я не скажу вам, что это уничтожение Даже плохое Что-нибудь Нет, тут волк просто привел Огромное количество арабских лучников По идее, если их выбить То волка будут небольшие проблемы экономические Но я не думаю, что это, конечно, поможет Саладину Потому что жертв, впрочем, и Фридрих пришел Нет, давайте мы просто ускоримся Я не думаю, что здесь Саладин что-то сделает Чего греха таить, правильно? Просто закроем эту битву уже до конца И все Чтобы просто посмотреть, что там по статистике Потому что, ну Я хороню уже Саладина Как бы там ни было Он ничего не может сделать Двум реально сильным хрестоносцем Без шансов Тем более Фридрих сейчас может утонуть И выдать просто 6 требушек Саладина хренеет от жизни 2000 осталось А он выдает 5 требушек, ребят Я даже это покажу вам В нормальном В нормальной скорости 5 требушеток Смотрите, что происходит Пока ничего, но А, они не достреливают А, ёкарный-то бабай А почему вы такие косые, ребят? Требушечки А почему вы такие косые? Вы же должны были просто Эту башню уже снести А то вас уже 2 уничтожили Осталось 3 Что-то как-то они вообще не попадают Просто не попадают Удаю Ультанул Бывает и такое Ну ладно У нас здесь волк еще дополнительно Что-то отстроился Попытался Множество всякого разного сделать Но Они не убьют Саладина С первой атаки Буквально Поэтому мы даже, наверное, ускоряемся Здесь теперь Потому что с первой атаки Они вообще ничего не сделают Мечники идут Пикинеры идут Раскидывают, я так думаю Ну, вообще-то пикинеры Копающий ров Как оказалось Раскидывают башни мечники Постепенно Не знаю, как будут ли еще Пикинеры подходить Но пока волк Я так понимаю Не отканул своими основными силами Или уже отканул Но они слились Это основные силы Почему бы это Мечники уничтожили Центральную башню Убили всех лучников На центральной башне Которые стояли Ну и теперь Пытаются донести Угловую башню Осталась еще угловая башня сверху Она превратилась в руина Все войска сдохли Катапульты напрягающие Фридрих Барбаросса делает Соло опять же всю работу Минус две башни центральные У Саладина полностью башни заканчиваются Приходят арабские лучники Арабские лучники волка Естественно С арабским лучником Саладина Сливают Но при этом дополнительно О, арабские лучники пришли куда надо Тут еще лучники есть Фридриховские Поэтому, ребят Вы пришли немного не по адресу Да, две катапульты Они убили Но пришли не по адресу Понятно, что у Саладина Тут какое-то есть Даже развитие неплохое Но опять же Что-то сейчас бегут рыцари Рыцари уничтожают Здесь я так понимаю Хату Хата Все Наигралась Не знаю Будет ли Фридрих еще что-то делать Не, ну делай 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 Катапульты пошли Делай что-то рыцари Постепенно Ну Саладин развлекается Саладин развлекается Развивается Ему там Покатит Пошла фигня раз Пошла фигня два Уничтожили здесь Еще фигню Ну и все Прикольненько Там все поуничтожали Что надо Волк опять Выкапливает Свою ад Подожди А Фридрих что Вообще не гугу 217 А он только-только Начал копиться Почему-то он только-только Начал копиться Ну там видимо лучники Просто стояли Вот здесь вот Две катапульты пришло Я не знаю Будет ли Фридрих Здесь пытаться Уничтожать Саладин Двумя катапультами Мне хорошо бы Было бы Если бы Фридрих Просто вот так вот Суих шесть Вот так в ряд Шесть Требушечек поставил бы И сказал бы Саладину Здравствуй Саладин даже волк атакует Нифига себе То есть он уже настолько Он развивал себе армию Что даже волка Ого Ого Но он наоборот Себе хуже делает Рандом у него Немного Плохенький Скажем так Он себе реально хуже делает Все было уничтожено Волк атакует Вот это вот Его армия Атаки Шесть Опять Опять снова Надеюсь центрально Они убьют башню У тебя пять Требушек Или нет Или все Осталась только одна Осталась ноль Да Конечно Попадают Эти манганелечки Нехило так Ни имба Ни разу вообще Попадают Прям по жести Да Тут арбалетчики Пытаются уничтожить Все минус Все манганели Но должен Фридех Закрывать Этой армией Сейчас Своей Соло Должен Должен Не без этого Не закроет Будет плохо Да не Закрывает 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 Ребят Закрывает Все это закрыто Это не шанс Это просто без шансов Великолепно Закрывает Закрывает Ребята Это просто без шансов Закрывает Все хорошо Вся армия сгорела Ну ладно Тут катапульта Еще одна есть Я не уверен Что Саладин Восстановится Хотя экономика У него шикарная Он реально будет Очень быстро восстанавливаться У него внутренняя жесткая Понятно что его Если будет расстрелить Все равно Ну надо будет Много чего делать Интересному Но поверьте мне Придрих сейчас Да вершит свое дело Придрих Жесткий Придрих реально жесткий Бег катапульта приходит Они зря идут Прям настолько близко Здесь разваливать Потому что они Умирают Они бы стояли Здесь бы разваливали Пока достреливают Стояли бы Лучше бы разваливали Потому что сейчас Саладин на своей экономике Поднимет абсолютно Все что надо А у него Ноль А у него ноль По деньгам По популярности Ах ты ж Ежик А он ничего не может А он ничего не может Ему бы конечно броньки Еще бы вообще полностью убрать Из оружейки Тогда у него были бы деньги Так там вроде Мука какая-то Начала наконец Производиться Что-то начало Постепенно появляться Даже Что-то появляться Начало Ну не Он только-только Развиваться пошел А Фридрих Тут уже как бы Пять требушечек Снова установил Тут больше не пять требушечек Больше меня пугают Вот эти мячники Их тут очень много И они сейчас просто придут Скажут Главное чтобы их не выпали Но требушечки уже ближе поставлены Вот если бы они всегда так были Были бы поставлены Вообще будут Да не Ну это Без шансов Уничтожили лестницу Но Есть спереди проходит Стандартная Особый проход Ну и все Фридрих снова закончил Волк пока проснется Фридрих уже все сделает Красавчик Фридрих Вот реально Респект Респект этому боту Он бешеный Он сумасшедший Он реально сумасшедший Да он меньше добывает денег Но блин Он настолько сделал много работы Что я не знаю Он просто псих Лютый Огромное спасибо Что посмотрели ребят Я думаю реванш Весь смысла нет от него С вами был Роджин Не ленись и подпишись на канал Ну и удачи Пока пока До следующего ролика Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok